Да, нам грозит это серьезно. Дело в том, что у нас на сегодня с Евросоюзом осталась достаточно большая торговля, и у нас для наших фур блокирована возможность поехать и через Польшу, и через Украину, и через Турцию. То есть, представляете, вот огромное такое пространство, и наши фуры там ездить не могут. Это, конечно, сознательная политика, но она не координируется на этот раз из единого центра, как это часто бывает, она все-таки является более-менее самостоятельной. В Турции понятно, там они били ограничения, а с Польшей мы подняли вопрос о том, что должно быть квоты 50 на 50, и штрафы для польских водителей, которые нарушают эти квоты, должны быть такие же, как и квоты для российских водителей код. И мы вот вели сами эти штрафы большие и сказали, что мы согласны только на квоты 50 на 50. Поляки сказали, нет, мы хотим, чтобы было как раньше, чтобы в основном нашими польскими фурами в Азию мы сказали, нет, мы не готовы. Значит, и договор этот замер, и сейчас там все заморозано. А тогда наши фуры поехали в Аху. Одни поехали через Литву и морской порог непосредственно в Германию, другие поехали через Украину, где они раньше не ездили. Потому что всем известно, что там банды, так сказать, не бородят по дорогам. Ну, на этот раз поехали. Увидели ультернационалистические банды, что количество российских автомобилей увеличилось в десятки раз за несколько дней. И тогда, ну, они там ищут, чем подобрать Россию. И они начали эту блокаду. При этом сейчас в отношении России, русских, россиян, развязана чудовищная истерика последние, собственно, два года в Украине. Так что любой человек, который ударит россиянина палкой, его никто не скажет, что это плохо делать. И любая банда, которая останавливает машину с российскими номерами, никто не найдется, чтобы их остановить. И ряда министров начали поддерживать их. И в этот момент, да, мы ответили паритетам, что стали тоже задерживать украинский курс, что сделали абсолютно неправильно. Сейчас я об этом скажу. Ну, потом Арсений Яценюк понял, что ему огромная рыбина плывет в руки. И поскольку я, Арсений Яценюк, 16 февраля отчет перед парламентом годовой, он очень боится, что там заставить депутата Порошенко проголосовать за его отца. И вот он, Порошенко, Яценюк поддержал вот эту войну против России, исходя из того, что тех, кто ведет войну против России, уволить нельзя. Поэтому сейчас эту войну ведет уже правительство. Для нас это грозит серьезными вещами, поскольку у нас, по-прежнему, большая торговля с Евросоюзом. Отвечать паритетам нельзя, это глупо. Поскольку через российскую территорию идут украинские куры. Немного. Ну, куда они там едут? Ну, в Казахстан, ну, в Монголию немного. Ну, в Монголии мало, так сказать. В Армению чуть-чуть. Очень-очень маленький объем. То есть украинские куры идут десятки, а наши куры идут сотни, даже тысячи. Поскольку наше сообщение через Евросоюзом идет довольно интенсивное. Там сельскохозяйственных товаров нет, но там огромное количество товаров просто потребительских. Я думаю, что наши сети торговые такие, как Медиумарк, котовой техники, Мвидио, Декатлон, Ашан какой-нибудь, значит, и многие другие, они очень серьезно страдают от этих пристановки движения товаров. И поэтому к нам сейчас посыпаются иски со стороны западных производителей. Поэтому нам нужно не останавливать украинские куры. Пускай едут спасти спокойно. Это большей частью наши люди, которые еще с оружием в руках будут выступать против культа, так сказать, и будут всегда за российско-украинские добрые отношения. Вместо этого нужно срочно подавать в суды на губернаторов конкретных. Не надо на украинские власти. На конкретных губернаторов. Еще выбрать бандератцев. Еще с цитатами, где они проставляют бандеру и прочую не нацистскую, так сказать, братью. И срочно суды, чтобы присуждали суды в Евросоюзе и в России тоже сразу. Чтобы представлять виновниками и уплачивать компенсацию. И все по этому претензии, которые к нам будут предъявлять Евросоюзское, товарищи, он, берите с губернатора Закарпатской области. Он за это несет ответственность. Как-то поможет. Не идеально. Лучше бы всего, конечно, совместный десант Германии, США, Франции и России. С немедленным арестом членов Киевской хунты и немедленным началом Нюрнбергского трибунала. Но это реалистичный вариант по каусу.